Томас Гетлид представляет программу «Новую стратегию компании «Левософт». То есть до этого момента мы встречались с человеком, спрашивали, что болит, какие проблемы, если все хорошо, говорили, а профилактика, и начните вы вот с этого. И на основании того, что сказал человек, мы давали какие-то рекомендации. Он говорит, наступили и наступают другие времена. Человек, который приходится нам уже более образованным, более требовательным, но мы сами стали, мы сами клиенты, мы стали сами трудными. И поэтому мы тоже должны соответствовать вот этому уровню более профессиональному. Поэтому несколько лет подряд, это еще до 12-го задолго года, я вел переговоры с немецкой компанией «Аурамед» и лично с Мартиной Грубер о том, как же мне бы приспособить эти аппараты в моей структуре. Поскольку врачи есть, но их мало, а потом, ну извините, все выстрелятся к врачам, а я тогда тут где? Да, и те, которые не врачи, где? И он говорит, нет, 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 мне не нужна медицинская абсолютно, мне нужна вот такая. Ну, в общем, они начали приспосабливаться. Хорошо. Они договорились, теперь просто, сейчас я уже буду говорить, вот он декабрь, уже наступил, но я, мы пока в Англии, в мае-10. Ну, все сидят, смотрят на этот изумительный аппарат. Я еще до этого уже приезжала тогда в Москву и, ну, по своим делам приходила к президенту, кто он сидит, и он мне, как приятно, в мою руку, я уже, знаете, какая-то такая бестолковщина была, я сказала, это кто он, это вообще. Как ты, изнутри. Ну, как-то я уже что-то там прикоснулась к святому. Вот он все это нам рассказывает и говорит, что мы договорились и привезут их где-то в начале осени. В сентябре примерно, ну, может, как бы, привезут в Москву, в сентябре мы сможем их выдавать. Май месяц. Ну, народ разъехался, но мы же успокоиться не можем. Думаю, хорошо, что мне с этим делать? Я понимаю, что это очень классно. Приходит человек, и не просто на словах чего-то там говорит, а приходит человек, видит сам себя, видит, какие у него проблемы, и там еще подсказки. И рекомендации уже готовы. А здесь я уже могу подрегулировать. Думаю, ну, это прям как-то слишком фантастично звучит. Хорошо, тогда я начинаю рассказывать людям, собираю людей тут же, хотя у нас было много народа на конференции. И начинаю рассказывать, что это такое, почему это хорошо, почему это полезно и так далее. Спустя три месяца, в сентябре месяца, мы договорились за того, что 54 человека структуры российской, я даже не говорю, там прибаваться, когда двигают российскую структуру, 54 основного в Воронеже, Белгород и так далее, Ростов, Липецк, сказали, я хочу купить. 54. Я не купил. Для сравнения. В этот момент по всей России, по всем странам и васам было продано 20. Воронеж. Вон все. Но это, кстати, работа нескольких месяцев. Что сработало? Вот через какое-то время, это было, значит, в октябре месяце было обучение, в октябре месяце было обучение, а в начале декабря мы полетели на конференцию на Хипр, куда прилетела Мартина Грубин. И привезла нам трехручный биопульсар, который мы пока найти не можем. Ладно. И вот эти, мы делали доклад по поводу, что у нас получилось. И вот смотрите, что написано. Четыре месяца мотивации и 43 дня работы с биопульсаром. Наша практика. Так. Ой. Сейчас, дайте себя. Ну, куда? Ну вот. Итак, что у нас получилось? Зачем я вам, зачем биопульсар компании Вивасад? Я уже вам рассказала, да? Что это такое по сути? Это измерение уровня энергии биополей человека и состояние его ауры с использованием прибора биопульсар. Теперь внимание. Самое кардинальное. Не то, что уже есть, а то, что возможно будет. То есть знание об этом предупреждает возможные проблемы. То есть человек еще не чувствует ничего. А уже уровень энергии либо выше, либо ниже, он его видит. И в этот момент, чем раньше эту проблему человек замечает, тем больше, да, вот доктор любой скажет, тем больше надежда и гарантийный успех. Вот это было одним из самых важных пунктов. Теперь внимание. Я просто позволила себе воткнуть обучение наше сегодняшнее, чтобы люди, вольные слушатели, я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит в зоне. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что проявили к этому должное внимание. Итак, то, что я рассказываю, это общие такие вот вещи, которые больше нужны людям, которые нас никогда не видели и не слышали, и не понимают, что это такое, что такое компания «Велоса». Но я думаю, почему-то решила, что вам это тоже будет достаточно полезно услышать историю. Поэтому сначала я вот это проговорю, потом Лидия Митрофановна порассказывает, потом уже начинаем конкретные вещи делать. Программа у вас у всех есть. Итак, важно понять было, зачем мне, как дистрибьютору, и зачем клиенту. И что самое важное, это повышается мой профессионализм, а человек хочет идти к профессионалу, и возникает больше доверия. Понятно. Смысл для клиента. Персональная обследование, удобное время где угодно, дома, в офисе, на работе, без раздевания, без вот всяких вот этих штук, бесплатные индивидуальные консультации по свойствам и применению продуктов. При представлении актуальной информации о новинках, там, ну, это все мы знаем, но люди-то не знают, не все, во всяком случае. Тань, вот твоя вода, поставь там, в стенку есть в стенке? Да. Нет, это не так. Продукты Вивасан сами, иначе говоря, приходят к вам. А для дистрибьюторов это, во-первых, комфортная работа, нет страха, что я ошибусь или неправильно назначу что-то. Там есть подсказки, раз. Это возможность длительных отношений с человеком, возможность пролонгирования вот этого отношения с людьми, да, и получения результата, идеального результата. И система в работе, и дубликация простая, это можно быстро повторить. Просто вот выучить и повторить. А вот теперь представьте, в чем отличие? Ребят, ну, наверняка каждый из нас, ну, почти каждый из нас, где-нибудь, куда-нибудь ходил. Когда проблема серьезная, и уже ничего не получается, не помогает, есть у тебя какая-нибудь там целительница, бабка, детка, ну, поднимите руки. Верю, не верю, это уже неправду. Поднимите руки, когда-нибудь туда вот все-таки гомеопатия для нас была, это бабка. Вот сейчас гомеопатия, это уже прямо вот признаю, а тогда это было на уровне бабки. Вот у меня было замечательно, кто-нибудь когда-нибудь куда-нибудь ходил, а теперь смотрите, если кто-нибудь куда-нибудь, когда-нибудь, это на основании чего мы туда идем? Подружка сказала, подружка, которой мы верим. Приходим, мы у нее спрашиваем диплом, вы кто, покажите диплом доктора, покажите там, ну, неудобно же, да, как-то. Ну, то есть, какой-то, наверное, врач, я не знаю, наверное, то есть, неизвестному, непонятному специалисту. Какой у него прибор? Мы спрашиваем лицензию или вообще вот где-то, что-то куда-то ткнуть. Мы тоже не знаем, на каком приборе какой-то специалист чего-то сделал. Хорошо, но мы же верим, подружка получила результат. Получаем от него рекомендации, тоже непонятно какого свойства, потому что мы не знаем, что это за доктор. И какой-то продукт, который он нам дает или рекомендует. И тоже мы не понимаем, что это. Возможно. Прям вот все сошлось. Небеса были к нам добры невероятны. И доктор хороший, и продукция замечательная, и прибор чудесный. И вообще все сошлось. Только мы знать этого не можем. Это на уровне верю, не верю. И для профессионального такого взгляда и подхода это совсем не годится. Что же такое все-таки биопульсарк и наши встречи в Евопате, где мы встречаемся, как мы называем? Это авторитетное представление прибора и этой системы. Научно обосновано и, внимание, доказано всемирной организацией и принято всемирной организацией здравоохранения в 2008 году. Это услышали? Да? Это важно. Прибор разработан, я уже сказала, в Германии, успешно используется в Европе, и имея все сертификаты, и применяется вообще во всех клиниках. Профессиональную интерпретацию дают врачи профессиональные. Там вот в облаке. На основании вот этого сбора вот этих данных с моей руки. У каждого они будут разные. И рекомендации врачей-практиков также. Оттуда же и еще нашими профессиональными врачами. Ну и предлагается натуральный растительный продукт из Швейцарии. Вот из этого всего отсекается верю-не верю. И неудобно спросить, ты кто? Потому что есть сертификаты и на прибор, и доказательства, и вот как бы все вот это вот, все это все видно. И это еще один очень важный принцип. Так, а где у меня там, знаешь, к изговору-то? Я уже вчера что-то купила. Так, каким я должен быть? Что должен делать? Игорь, не помните, где я там деньги показывала? Деньги чуть дальше. Дальше? А я почему-то решила, что в начале. Предположим, вы приняли решение. Да, все, хочу. Что дальше? Какие вопросы? Каким я должен быть? Мы с вами уже начали подготовку к этому. И что конкретно я должен делать? То есть прям по плану. Что бы вам не пугало, любой профессионал был когда-то любителем. Ну, по-другому просто не бывает. Поэтому, чтобы не было этого страха, научиться можно всему. Всему, чему угодно. А уж тут вот как бы не такие уж прямо вот проблемы. Что нужно знать? Мы с вами начали говорить. Какие-то яркие слоганы о продукте и понимании, что продукт там че. О производителях. Каким образом, где и кто производит. Ну, то есть немножко о компании. Нужно понимать про Е и GMP, что это вообще такое, с чем его едят. Нужно понимать, как провести коммерческий разговор. Это все на обучении будет делаться. И как создать личную карту здоровья. Алгоритм создания личной карты здоровья. Значит, личная карта здоровья. Мария, ты вот не знаешь, наверное. Вот ты вот у меня проводник. Это началось с тебя. Ты пришла, я сказала, дай что-нибудь для глазок. И я начала метаться, смотреть. Я говорю, подожди, а кроме глазок. Ну, там еще вот это, вот это, вот это. Ну, это потом. Тих-тих-тих. А давай-ка мы соберем в кучу. Потому что каждый продукт, ну, извините, артишок, он что делает? Он восстанавливает печень, да? А печень что делает? Кровь. Очищает кровь. И понеслось. И в итоге артишок для глаз и для всего нас. И я начала компактно выращивать. С образом, что это было бы подушевлее, удобно коммерчески. Ну, чтобы это как-то косвенно или не косвенно касалось каждой проблемы. С этого началась. Личная карта здоровья работает шикарно. Шикарно. Это и долгая, и очень интересная штука. Хорошо. Ну, по плану мы уже с вами знаем. Подготовка. Предварительное обучение. Потом проведение вебопати. Много. Чем больше, тем лучше. Тыканье в кнопочки. Не получается, не соединяется. Не вижу, не фотографируется. Забыла. Ну, в общем, это все надо прожить. Да? И потом уже после сдать экзамены получить ицензию. Так, ребят, мне показалось, что я деньги давала прям с самого начала. Ну, раз так, значит так. Видно, я передумала. Я просто несколько слов скажу, потому что дальше вот Лидия Митрофанная, ее же дела. По сути, что мы делаем, когда мы приходим с человеком отговорить. Мы даем, вообще рассказываем, что сейчас будет, чтобы он не боялся. Лидия Митрофанна там расскажет, что нужно точно. Проводим измерения, это несколько секунд. Потом смотрим интертрепацию, как говорил мой папа. Собираем подбанам. Даем вот эту интерпретацию органов. Даем советы, рекомендации и назначаем следующую встречу. Это все. Дальше вы коммерческий разговор, и прочее. Вы получите вот такую лицензию. Заламинируйте ее, она будет красивая, нарядная. Это тоже наша разработка, потому что компания давала маленькие пластиковые карточки. Но, во-первых, карточек уже не было, когда мы какое-то обучение проводили. Мы вот придумали эту красотищу. Вот такую красотищу мы будем на заказ. Они будут именные, уже после того, как люди будут для получения лицензии сдавать экзамены. Ну, в общем, вот так. Если говорить обо всей встрече, вот просто встрече с человеком. Да, вы назначили, он приходит. С чего я начинаю? Посмотрите, вот эта линейка, это часовая линейка, это час. Отрезки – это 10 минут. Как любой спектакль, должно быть выдержано точное время. И в начале этого разговор о том, что у человека вообще вопросы какие в самом начале. Вы кто? Почему именно ваши? Почему у вас я должен покупать? А чем вы отличаетесь? А чем докажете, что это Швейцария? Ну, вот какие-то простые вещи. Вот на эти простые вещи более чем 10 минут, вот прям вот. Еще раз скажите, какие серии, что нужно. Из всей, посмотрите, вот этого всего часа, презентация должна занимать вот столько. Знаете, сколько мы вели презентацию в самом начале? И все про это. Чем меньше знаешь, тем больше говоришь всяких поступящих. И как у Марьи Ивановны пятка прошла, и как где-то чего-то там, палец заболел, там он прошел и так далее. По два часа. Вот этого, чего должно 10 минут. А про человека это когда? А вот дальше у нас начинался разговор про человека. Мы его называем коммерческим разговором. Мы садимся, спрашиваем, садились, спрашиваем, что у тебя болит, какая у тебя семья, сколько там, чего и как. Ну и сейчас часто, если он не наберется. И дальше три целых части, 30 минут, три части от презентации, мы разговариваем про него. Потому что самое интересное для человека. По себе постучите, я сам. Потому что свое болит, да, своих близких и себя. И когда мы презентацию развозим на два часа, то когда про человека что-то говорит? Он скажет, ну, вообще, плохая ферма, отвратительно. Вот эти три части мы выяснили. А теперь у нас появился диагонсар. И вот, сейчас я его влокнула. Вот он, да. И вот мы после презентации сажаем человека, делаем его измерения. И коммерческий разговор пишет на основании уже тех данных, которые есть. И вот здесь вот выдохните сейчас. Вот прям вот вдохните и выдохните. Слава тебе, Господи, что это не мое решение, а решение врачей, австрийцев, немцев у нас. С этого я могу на себя не брать такую ответственность. Это очень классно. Это один из самых больших лекарей, который не дают. После этого, так называемое завершение сделки, а теперь важные точки, чтобы не облажаться. Ребята, очень важные точки. Что это значит? Завершение сделки. Это регистрационный лист заполнили, заказик написали, уточнили, что ты хочешь. Я правильно написала апельсин? Да нет, лимон. Ты сказала апельсин. Вот, но мы еще на берегу. Отметили, взяли деньги, купили, пересчитали, что положили в пакет. Он пересчитал. Потому что сейчас из маршрутки вам будет звонок. Ты мне не положила, потому что она что-то хотела, потом передумала, потом вот опять захотела. Ты мне не положила вон чего. Я говорю, стоп, сейчас я посмотрю бумажку, на которой ты своей рукой писала. Ты мне это не написала. Не может быть. Вот это должно быть пересчитано. Девчонки, это очень, и мальчишки тоже. Это очень, очень облегчит вам жизнь. Просто вот очень. Дальше. Внимание. У меня сейчас около 80 тысяч структур. По всем странам. Наверное, должно было, могло бы быть и больше. Ну, могу я свалить? Ну, чуть-чуть могу. Хочу бы. Могу. Пришла я одна. Меня пригласили, скажи, да послушай ты просто в конце концов, послушай. Я говорю, ладно. Каждый из нас приходит и начинает один. Любой бизнес всегда. По-другому не бывает. Если эта компания пришла, и бизнес на двоих, и на троих, бегите оттуда. Не может этого выйти. Всегда человек один. И постепенно ты начинаешь обрастать. Если ты идешь все время вот в эту сторону. Этого тоже не нужно обманяться. Это каким-то чудесным образом получается. И города, и страны, и всякое. Так вот, когда меня спросили, почему все-таки у вас такая успешная структура, и так много стран, и как бы структура большая. Она не самая большая структура, кстати, у меня. Но неважно. Почему? Я задумалась. И вдруг я осознала точно. Вот видите, это слово выгоды. Всегда на первой же встрече, когда я рассказываю, делаю измерения или рассказываю о продукции, подписываю человек, всегда я рассказываю о том, как купить дешевле, что тут можно, как выгодно сотрудничать с компанией «Велосанка». Еще раз внимание, ключевое слово «Всегда на первой». Всегда на первой. Не потом, когда ты еще раз придешь, и в следующий раз мы с тобой прям напишем, ее не может не быть никогда, эта встреча. И не спрашиваю, ты работаешь, ты хочешь, ребята, услышите вообще, ты работаешь, хочешь. И человек представляет, что он либо с грядкой только что-ли, да не хочет, конечно, он работает. Ну кто из нормальных людей хочет покатить. Хочется просто получать. Поэтому я обязана тебе рассказать, как ты можешь выгодно еще вкладывать свои деньги, или ты можешь сотрудничать, можешь нет. Вот это было для меня, ну кроме всего прочего, определяющим вот этого успеха в структуре. Сразу, поэтому каждый пункт здесь очень важен. И последний пункт. Я не знаю, что важнее из всей этой кучи, может быть даже последний. Если мы не договорились о конкретной встрече на конкретное время, считайте, вы просто расстались тупо с человеком. Ну, дальше, когда, где, это тоже не моя тема. Моя тема – это поддержка. Поддержку вы уже сейчас можете ощущать. А у нас сейчас вот компьютерный гений, которого я хвалила, он не слышал, а он сейчас. Я его сейчас похвалю, он сейчас слышит. Он сейчас встанет, да, Игорь? И он покажется, но вы его наверняка видели. Вот это вот он, что нам это делать. И здесь поддержка будет. Она не вечная, правда. Надо хотя бы как-то заглядывать куда-то. Так, нет, про деньги. Ну что это? Не дождите. Мне кажется, я вначале куда-то взлетнула. Там была такая интересная у меня. Мне такой сценарий был интересный. Заодно еще и повторить. Теперь надо было назвать на ее это. Я вообще ее вставила эту. Деньгу цвала. А, я же говорю, что она была. Вначале еще. Как я пропустила? Не знаю. Возвращаюсь. Обучение проводил Томас Гетлетт. Вот наш зал. Вы его видите. Вы сейчас как раз видите то, что видите здесь. Вот он лично Томас Гетлетт. И рядом Людмила Александровна Чиписова. Вон там еще Нина Кузьмири, что видно ее. Вот он рядом сидит и все это рассказывает. А привез он. А теперь внимание. Просто представьте. Когда говорят, ну повезло мужику. Ну повезло. Может кто-нибудь из нас вот это все сделать. Хотя у меня сразу. Он привез в Воронеж 54 биопульсары. Никто еще ему не платил. Мы должны были только решить обрасрочку помесячно платить по 20 тысяч рублей. 54 биопульсары на сумму 1 миллион 80 тысяч евро. Он пока их просто привез. На складе вот он сложил. Ну не он, а он. Ну он. Ему они стоили, поскольку оптом, в два раза меньше. Где-то 560. Ну полмиллиона евро где-то. Потому что он брал оптом. Он не брал один. Мы выплачивали по 20 тысяч рублей. Но когда он привез, еще никто ни копейки не сплотил. Просто привез и разбал. Тысяч вернули через 3 месяца. То есть они поплатили по 20 тысяч. Через 3 месяца это было условие. Передумали. Нет, я не буду работать. Заберите. И мы проверили. Все нормально. И эти деньги им вернули. То есть те, которые они выплатили, им все это вернули. 60 тысяч. Я помню, что мы все возвращали вот эти 10. Но сам факт. Размах и масштаб личности. И размах крыльев у этого человека. Вот просто. Я тут недавно так до меня дошло. Как это был нормально? Томас, нам 54 надо. Нисколько? 54. Хорошо. Привезу. Вот просто. И думаю, ничего себе. Вот он привез на такую сумму таких аппаратов, сколько это вообще могло быть. Дальше. Вот он проводит, проводит. И через, помните, Кипр? Мы через 6 недель даем отчет, что у нас получилось. За это время активно работали 19 человек. Нет, ну работали там все, там 49, там как-то получал. Ну, где-то что-то как. Ну, 19 работали активно. Провели они за это время 265, за 6 недель всего на все, 265 вивопатии. Организаторами у них были, кто приглашал своих гостей, 279 человек. Присутствовали на этих вивопатиях, ребята, еще раз услышите, 1405 человек. 19 работали. Полторы тысячи человек. Оборот только с вивопатией 38 тысяч был. Ну, франков, евро тогда было. И средний оборот на одно измерение, это не то, что вы подумали, всего 27 граммов. Всего. То есть там не было состоятельных богатых, которые по 200, по 300. Средний чек. Регистрации с этих вивопатий было за это время 142. Только с вивопатией, а ведь просто и так еще люди приходят. И еще и заказано на следующий раз 256 штук. Меня заинтересовало следующее. А сколько же они заработали, вот все эти 19 человек за это время? Только с вивопатией. У меня получилось. 4 тысячи с небольшим, это объемная скидка, потому что там получалось уже по 14%. 674 премия. Это я вам перечисляю все то, на что вы все, мы все рассчитываем. 1266, это мотивация, когда регистрируют человека, вот мотивацию мы забираем, да, разницу с продажей, разницу между двумя прайсами. И 14 тысяч евро за измерение. Измерение стоит 10 франков, ни больше, ни меньше нельзя брать. Было 1400 человек, умножьте на 10, вот вам получилось 14 тысяч. Я сначала посчитала, думаю, что не то, что очень много. Ну, по счету, 1400 умножить на 10. Всего было заработано 20 тысяч франков. Я во франки это перевела. Это полтора миллиона рублей. Миллион пятьсот шестьдесят шесть, вон вы все видите. Я их разделила на девятнадцать. Сколько один человек заработал? Я получила 82 тысячи. За полтора месяца человек заработал на вивопатии. Ну, это как средняя температура по больнице, в частности чего-то там, да? Так и это. Кто-то сделал две презентации за все это время, кто-то каждый день делал. Тогда я посмотрела, а сколько же, сколько примерно это получается в среднем? То есть в среднем 2,3 вивопатии один человек проводил. То есть за полтора месяца 14. Ребята, чтобы я так жил, раз в три дня, ну или там два раза, два и три десятых в неделю поработал. Ну, понятно, кто-то как. Сколько же можно заработать со мной средней вивопатии? 3168 за измерение, за мотивацию, за объемную скидку. Ну, вот это вот все у меня получилась такая сумма. А теперь подумайте, ну, много ли денег, можно ли заработать? Не, невозможно. Ну, если проводить одну презентацию в год, ну, 3 тысячи все равно заработаешь. А если проводить ее хотя бы 10 в месяц, то это уже 30, да, тысяч. А если это каждый день? 3 умножьте на 30. Это сколько? 90. Небольшое. То есть платят ли здесь просто так? Нет. Можно ли заработать? Да. Что для этого нужно делать? Работать. Вот это было для меня очень и очень важно вам показать. Я забыла, что еще, наверное, уже почти все. Извините, что долго. Но, уважаемые дамы и господа, те, которые находятся на той стороне экрана, да, я больше всего это было, конечно, для новеньких, для тех людей, которые только что пришли. Первые шаги ваши – найти куратора, который имеет биопульсан и опыт работы с ним. Второй шаг – постоянно толочься, приглашать своих людей, своих знакомых, себя просматривать для того, чтобы научиться увидеть, что делает ваш куратор. Потом подключаться самому. Потом, после этого только, после практических занятий, сдать экзамен уже практически, потому что в воскресенье будет теоретически, а через где-то месяц или полтора будет практически, и получить лицензию. И уже самим идти в плавание. Ну, а дальше можно купить биопульсар или взять в аренду и получать вот эти вот денежки. Ну, а здесь я просто показала, к кому можно обратиться в каждом городе, кто работает, да, вот Воронеж, Иванова, Анучина, Нюн Кузьминишна, это Москва, Желебцова, Яровая, Людмила, Шатохина, Ирина в Москве, Карганово в Камбове, Кублеева в Пушкине, Карганова Люба в Орле, Баданина в Новоуральске, Нагурдавши Бекина, Панарина в Липецке, Сакона в Новый Оскол, Янкина Наталья, может быть, надеюсь, придет. Неудача Нагалина, Беспалова Марина и так далее. Перспектива наша – это швейцарское качество жизни, у нас собственные плантации, у нас собственное производство, два завода. Это швейцарский продукт, это мы имеем биопульсар, на котором можем работать, консультанты опытные, профессиональные и так далее. Короче, жизнь у нас налаживается. Это я не помню где, на Кипре, не помню в каком году. Ну, в общем, это у меня была презентация, будьте здоровы, богаты и счастливы. Итак, дорогие мои друзья, со всех сторон, я одной фразой хочу просто завершить, так сказать. Мы всегда знаем, что здоровье важно. Мы всегда знаем, что добро победит зло, с младенчеством. Ну, как бы знаем, хорошо. И только в пандемию мы абсолютно ощутили, как важно для меня здоровье соседа. Вот вроде бы как бы было важно, ну, понятно. Но это же где-то далеко. Вот сейчас мы понимаем, что близко абсолютно все. И вот сейчас у нас есть возможность свою практическую, потому что это практическая сторона дела, правда или нет? Чтобы соседи были все здоровы, слава тебе, господи, я не помню. Чтобы мы маски не носили и могли ездить по дороге. Практическая и нравственная позиция, они совпадают абсолютно. Во-первых, это мы и наши семьи. Во-вторых, это те люди, которые попадаются нам на пути, и мы желаем им здоровья. Не просто вот прям изо всех сил желаем этого здоровья и добиваемся. И это то, за что нам платят деньги. Я не знаю, как вы, но у меня все пазлы сложились, но они сложились. Всегда ли я хочу работать? Честно. Иногда мне хочется сесть в короняле. Просто посидеть, поиграть. Но долго ли я могу так высидеть? Нет. Меня все равно подхлестывает, я все равно иду. Поэтому, дорогие друзья, это то дело, которым следует сейчас заняться. По всем абсолютным понятиям. И нравственной, и практической, и финансовой стороны. Будьте здоровы, богаты и счастливы. Итак, начинаем. Спасибо вам. Простите, что удобно. Есть микрофон? А что, вы не что-нибудь? А все, вы, ты что хочешь? А я тут не хочу. Нет? Все, поехали. Хорошо. Хорошо. Ну, добрый день. И приступаем уже к нашей практической работе. Так, все подготовились, все открыли компьютеры свои. Открываем все компьютеры. Если нет прибора рядом, пожалуйста, будете подходить к приборам и смотреть, что там происходит. Сейчас мы убираем эту презентацию. Да? Начинаем. Вот они там чего-то делают. Пока. А сколько? Продолжение следует. Может быть, попить водички всем, да? Или все готовы? Уже все готовы? Нет, двое, ну, часы, водички 45, так как. Принесли. Хорошо. Хорошо. Давайте 7 минут попить водички, организоваться и садимся. Хорошо. Все здесь покляли. Б sort of thing. Надо читать водички, организоваться и садимся. Ты. 7 минут прошел. Все дальше. Спасибо.